Записываю еще одно видео по теме direct speech. Знаю, что в предыдущем говорила, что оно последнее, но вспомнила, что мы не рассмотрели с вами знаки припинания in the direct speech, и в этом видео как раз мы этим займемся. Первое, на что обращаем внимание, на письме прямая речь всегда выделяется кавычками. Кавычки могут быть одинарными или же двойными. Оба варианта приемлемы. Одинарные кавычки свойственны для британского английского. Если мы хотим ввести, кто это сказал, тогда мы говорим. Если у нас будет наоборот. Сначала мы говорим саму цитату, а потом кто это сказал. Открываем кавычку. Если предложение восклицательное. Само высказывание in the direct speech также может быть в вопросительной форме, в форме вопроса. Как мы это передаем? Открываем кавычку, пишем вопрос. Вопросительный знак, закрыли кавычку. He asked. Восклицательный, может быть, мы это уже с вами рассматривали. Открыли кавычку. Look who is here. Восклицательный знак, закрыли кавычку. She shouted. Может предложение быть утвердительное. Тогда мы открываем кавычку, пишем нашу direct высказывание. You should leave. Запятая, закрыли кавычку. He said. Если вначале вы хотите написать he said, а потом you should leave, то есть перевернуть предложение, то тогда вначале пишем he said, ставим запятую, открыли кавычки. Само высказывание. You should leave. Точка, закрыли кавычки. Иногда мы можем просто увидеть предложение на письме в кавычках. Это также прямая речь, но мы не вводим, кто это сказал. Тогда просто открываются кавычки, пишется высказывание. I don't know what to say. Точка, закрыли кавычки. Если предложение вопросительное, восклицательное, соответственно, ставите нужный вам знак выпинания. Well, thank you for watching. See you next time. Bye.